Здравствуйте! Это новости на канале СКАД. С вами Юлия Клёнова. Смотрите нашу информационную программу. Хочется отметить, что процедура регистрации на этом портале до конца года будет существенно упрощена. И проще, и быстрее. Госуслуги с помощью интернета становятся все более доступны. 6-9 месяцев. Период ожидания. Право на материнство. В Самарском регионе сокращается очередность оказания бесплатной медицинской помощи супружеским парам с бесплодием. Ну это, в принципе, одна из лучших колоний. И в тюрьме бывает праздник. Исправительная колония номер 6 отмечает 65-й день рождения. Губерния лидер в Приволжье по числу людей, которые получают госуслуги с помощью интернета. Не пользуются этим способом только те, кому не захотелось проходить небыструю процедуру регистрации. Теперь это в прошлом. О нововведениях в нашем сюжете. На едином портале госуслуг часто проверяют дорожные штрафы. Можно подать заявление о постановке на учет автомобиля или замене водительских прав, а также написать официальное обращение в ГИБДД. Портал госуслуг открывает доступ к интерактивным сервисам разных ведомств. С будущего года получить его будет значительно проще. Хочется отметить, что процедура регистрации на этом портале до конца года будет существенно упрощена. Если сейчас для процедуры регистрации необходимо посетить офис Ростелекома или получить код подтверждения бумажным письмом Почты России, то в ближайшее время можно будет подтвердить свою личность с помощью СМС на мобильный телефон. К услугам, которые можно получить через интернет, относятся выдача документов на огнестрельное оружие и травматику. Удобство в том, что бумаги можно отправить по электронной почте и не стоять в очереди. То есть он непосредственно уже приходит, когда в органы внутренних дел, в частности в наше подразделение, он уже получает конкретный документ, лицензию либо разрешение. Документы об отсутствии судимости, справки из архива МВД тоже доступны по интернет-запросу. Главное достоинство такого подхода – гражданину не приходится обивать пороги учреждений. Не выстаивает в очереди для того, чтобы подать это заявление, а приходит уже, чтобы его получить. Именно затрачивая на это минимум времени. Юлия Клюенова, Олег Павлов, СТВ. В Самаре продолжается борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями. Городские власти уверяют, что речь не об искоренении рынка, а об упорядочении. Основная цель – привлечь бюджет средства от законного размещения коммерческой информации на улицах города. В следующем сюжете расскажем подробности. В Самаре продолжается работа по наведению порядка на рынке наружной рекламы. С 2011 года его переводят на законные рельсы. Утверждена схема размещения конструкции, проводится аукцион, и владельцы отчисляют налоги. А вот нелегальному бизнесу говорят нет. Для сравнения, в 2010 году одних только щитов развером 3 на 6 метров было 3800. Сейчас осталось уже 1400. Мы контролируем ежедневно ситуацию, чтобы никто, не дай бог, не поставил щит незаконный. Но те щиты, которые еще стоят незаконные, и которые не в схеме, мы продолжаем демонтировать. Полностью щиты не исчезнут. Такой задачи не стояло изначально. Главное – обеспечить законное функционирование бизнеса. Кроме того, впервые от этого в бюджет поступают живые деньги. К примеру, отдельный щит на пересечении улиц Аврора и Антонова-Овсеенко стоял несколько лет незаконно. А теперь после торгов городской бюджет поступил 6 миллионов рублей. Первые аукционы уже принесли казне почти полмиллиарда. Кроме того, ежегодно ожидается 100 миллионов прибыли от налогов. Эти средства распределяются на благоустройство города, благоустройство парков, скверов. На содержание, ремонт зданий в исторической части города, фасады. Мы видим, все они преображаются. На закупку, обновление подвижного состава общественного транспорта. По планам городской администрации, все незаконные рекламные конструкции должны быть ликвидированы к концу этого года. Максим Остриков, Ирина Игнатьева, СТВ. Право на материнство в клиническом центре клеточных технологий ожидает появление полутора тысячного малыша, который появится на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению. В Самарском регионе в рамках государственной программы супружеские пары, страдающие бесплодием, получают медицинскую помощь бесплатно. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Андреева. Десятки будущих малышей расположились в этих специальных контейнерах с пониженной температурой. Совсем скоро они отправятся в теплые и уютные утробы своих мам. Но сначала эмбрионы пройдут исследования. Медики изучают их хромосомный набор, чтобы избежать дальнейших патологий. Врачи-репродуктологов называют помощниками природы. Благодаря их усилиям происходит таинство зарождения новой жизни, которое не получилось естественным путем. Показатели Самарского региона даже превышают среднеевропейские. Это очень интересно. На самом деле, вы не представляете, для медиков каждый раз. Это действительно очень интересно, загадочно, и это правда чудо. Как? Как? Вот мы теоретически знаем, как все происходит. Практически, когда вот это все происходит, и у женщины беременность, а потом она рожает ребеночка. Это же удивительная вещь. На самом деле, к этому привыкнуть невозможно. В этом году в клиническом центре клеточных технологий ожидают рождения полутора тысячного ребенка. Новейшие технологии становятся доступнее. За счет значительного увеличения финансирования программы ЭКО сократилась очередь супружеских пар, страдающих бесплодий. Сейчас время ожиданий составляет от шести до девяти месяцев. Вся высокотехнологическая помощь оказывается в рамках ОМАЭС. Повторные попытки также финансируются за счет государства, как и сдача всех необходимых анализов. С этого года меняется порядок оказания медицинской помощи. И создается единый регистр супружеских пар, кто нуждается в этом дорогостоящем виде лечения. Этот регистр везет в Министерство здравоохранения Самарской области в электронном виде. И пациенты имеют право отслеживать свою очередность. Сейчас в реестре ожиданий находится чуть более тысячи стопар. В областном центре внимательно следят за судьбой малышей. На стенах кабинетов висят фотографии счастливых детей, рожденных методом ЭКО. Эти крохи ничем не отличаются от ребят, рожденных естественным путем. В преддверии Дня учителя в Самаре прошла конференция, посвященная нововведениям в образовательном процессе. На встрече обсудили, каким должен быть современный педагог, как приживаются новые стандарты на старой базе, узнали наши коллеги. Время диктует свои условия. Это касается и обучения в школе. Обыкновенные доски потихоньку вытесняют интерактивные, появляются электронные учебники. Дети с первых классов учатся составлять компьютерные программы. Но неизменно главной остается роль учителя, который также меняется с приходом новых технологий и стандартов. Каким должен быть современный педагог, рассказали сами ученики. Он должен уметь заинтересовать ребенка. Потому что, мне кажется, если в первом классе заинтересовать его учиться, может, ребенок дальше сам потянется учиться. И учителю надо будет просто его поддерживать и давать новые знания. Подкрытым человеком, чтобы, если ты его о чем-то спрашиваешь, он мог бы тебе что-то объяснить, какие-то дополнительные вопросы. Шагать в ногу со временем будущих педагогов учатся в студенческой скамье. Они проходят специальные компьютерные занятия и, конечно, используют свои знания на практике в школах. Наверное, педагог сейчас не только человек, который обучает. Это и психолог, это и менеджеры, если хотите, это и IT-специалист, это и аналитик. Поэтому одно не остается незыблемым. Это любовь к своей профессии, любовь к детям и увлеченность своей профессией. Несмотря на появление современных стандартов, основная база остается прежней с сохранением полезных традиций. Просто новые технологии постепенно внедряются в образовательный процесс, не отметая старые ценности. Ирина Андреева, Владимир Терентьев, СТВ. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем во второй части программы. Это не только эстетика, но и хорошие игровые свойства. Новое покрытие на новом стадионе. В парке Гагарина заканчивается реконструкция спортивного объекта. Продолжаем выпуск. Жильцы нескольких домов на улице Александра Матросова не могут добиться от ответственных служб наведения порядка в своем дворе. Контейнерная площадка все больше напоминает свалку. Наша съемочная группа выслушала недовольных жителей. Улица Александра Матросова, 21. Жильцы этого и соседних домов такую картину на контейнерной площадке наблюдают уже несколько месяцев подряд. Емкости для мусора коммунальщики вывозят более-менее регулярно. Однако, по словам жителей, объем отходов, которые везут и несут сюда, настолько велик, что свалка рядом с площадкой растет день ото дня. Крысы бегают. Дети вот, площадка вот хорошую сделали, а крысы прямо вот дорогу перебегают. А сейчас уже будет холодно, они все в подвал к нам вот сюда вот рядом с домом. Запах вот, крайние окна, прямо дышать нечем. Обращаться в различные инстанции с просьбами навести порядок жильцы уже устали. Везде лишь внимательно выслушивают, говорят, что разберутся, и на этом все заканчивается. Складывается ощущение, что в данном конкретном случае ни коммунальщикам, ни представителям районной администрации, ни народным избранникам, нисколько не стыдно за то, что творится на подведомственной им территории. У нас Трофимова Нина Яковлевна, врач, звонила в администрацию два раза. Пообещали, что все это мы записали, все сделаем, все. Как давно это было? Это было недели две тому назад. Приходил к нам депутат, и вот проводил тут собрание. И сюда зашел, посмотрел на эту кучу, вещал убрать. Вот так вот. Они все обещают. Да, все только обещают и ничего не делают. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. И в тюрьме бывают праздники. Одна из колоний областного ГУФСИН, исправительная колония строгого режима номер 6, отмечает 65-летний юбилей. В честь дня рождения в колонию пригласили ветеранов уголовно-исполнительной системы, многие годы прослуживших в учреждении. На торжественные мероприятия побывала наша съемочная группа. Сейчас в исправительной колонии строгого режима номер 6 отбывают наказание более 1200 осужденных. По словам старожилов, колония преображается на глазах. Главная гордость колонии – дворец культуры. Таких и на воле мало. Во дворце работает театральная студия, организована одним из уже бывших осужденных. Открытые секции бокса и хоккея. Осужденные играют с ветеранами Лады и ЦСКА ВВС. Есть и молельные комнаты. В принципе, одна из лучших колоний, которая у нас сейчас в Самарском управлении ГУФСИН. Если, когда я заехал 10 лет назад сюда, в это учреждение, то есть еще были трехъярусные кровати, а теперь все четко, то есть одна двухъярусная кровать. То есть, ну, как-то в общежитии стало облагорожено все это. С питанием лучше стало, намного лучше стало. Исправить на колонии номер 6 в областной системе ГУФСИН – одна из старых. Сегодня в ней работают 250 сотрудников. Есть и династии. В честь дня рождения колонии лучших сотрудников наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Я хотел бы в первую очередь поздравить всех сотрудников, которые вложили определенный вклад в развитие колонии, начальники колонии, которые работали до меня, ну и всех сотрудников с этим праздником днем образования колонии. Исправить на колонии номер 6. Оксана Банина, Николай Сидоров, СТВ. Продолжается история с медведем, у которого рядом с трассой М5 сердобольные люди подкармливают уже не первый день. Информация о том, что брошенный бурый мишка голодает и мучается от жажды в грязной клетке, поступила в самые разные инстанции. И вот хозяин хищника найден. Он утверждает, что противозаконных действий не совершал. Разбиралась ситуация Дина Сметанова. Медвежий услуга или искреннее желание помочь животному? Его хозяин настаивает скорее на первом, утверждая, что его огульно обвинили добровольные кормильцы хищника. И в помощи питомец по имени Мишка якобы вовсе не нуждался. Вчера не кормил, сегодня не буду кормить. Почему? Потому что вы видите, у него еда. Звери это не люди, которые могут вот такой живот набить, как хомяки. Он настолько правильная организация. Они лишнее не съедят. Они съедят только то, сколько им нужно. Две недели без воды он выжил бы. Вы проехали, здесь лежал бы труп. Это выпивающий случай. Мы считаем. Люди, которые его кормили, он был голодный. Он пил, он не мог напиться буквально. Содержание медведя стало предметом разбирательства, в том числе Росприроднадзора. Установили, что родина Мишки Уфа. Согласно договору купли-продажи, 8-летний питомец приобретен у местного горзеленхоза. Ветеринарное свидетельство в наличии. В Самарской области новоселы определили на притравочную станцию, деятельность которой также подтверждена документами. С помощью хищника тренировали охотничьих собак. И вполне успешно. Но претензии не безосновательны. Сообщили, что данный земельный участок используется незаконно. Ивановым. Для содержания, для размещения клеток с медведем и для вообще целей притравки собак. У областного департамента охоты и рыболовства есть полномочия изымать животных только из дикой природы. Действие законов об охоте и о животном мире не распространяется на ситуации, связанные с содержанием диких животных в неволе. Как именно с точки зрения правил техники безопасности должна выглядеть притравочная станция, в законодательстве точно не определено. Согласно последнего документа, датированного 2004 годом, утверждены нормативы помещений и вольеров. И в случае с нашим мишкой клетка вполне им соответствует. Вот только отсутствие хоть какого-нибудь забора несет опасность для доброхотов, которые привозят звери угощения. За свою беспечность и поплатился видеооператор одного из федеральных каналов. Теперь синтепон от его куртки стал забавой для медведя. Медведь подрал немножко. Ну, классно. Испугались хотели? Нет, 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 не успел. Но это не больно, в общем-то. Ну, он сильный, да. К медведю, наверное, лучше вообще близко не подходить. Он даже голову не поворачивает, за вами следит. Он только глазками поворачивает все. И он абсолютно непредсказуемый, значит, и мгновенно атакует. Недалеко отсюда, но в более укромном месте, в такой же клетке сидит еще один медведь. И тоже по кличке Мишка. Хозяин утверждает, что он куда более жестокий и недавно задрал двух собак. Так что второму Мишке владелец подыскивает новых хозяев. А надзорные органы направили информацию в полицию, в том числе для проверки, есть ли факты жестокого обращения с животными. На притравочной станции с собаками и медведями соседствует кабан по кличке Аля. Аля, 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 аля. Дина Сметанова, Олег Галочкин, СТВ. И к другим темам. В парке Гагарина заканчивается реконструкция стадиона, давно знакомого и любимого многими самарцами. Сейчас его готовность уже более 90%. Подрядчики провели работы в рекордно короткие сроки. Каким будет обновленный спортивный объект, узнал наша съемочная группа. Над трибунами стадиона появится навес. Там смогут уместиться 500 человек. В зимнее время на поле будет залит каток. Вокруг будут беговые дорожки с резиновым покрытием, сектор для прыжков в длину, игровая площадка и современная система освещения. Но главное – поле. Трава из Голландии от одного из лучших поставщиков. Искусственная, но даже самые лучшие непредвзятые эксперты принимают ее за настоящую. Когда вот на такое поле вокруг стоит буквально стадо коров с очень таким непонимающим видом. То есть они хотят поесть, а есть не получается. Несмотря на то, что это полипропилен, это полное имитация натуральной травы. Но это не только как бы эстетика, но и хорошие игровые свойства. Срок службы такого покрытия при должном уходе – 15-20 лет. Несмотря на короткие сроки, с августа по середину октября работа была проделана большая и очень сложная. Под полем проходят водоводы большого диаметра. Поэтому техника работала с большой осторожностью. Иначе тысячи самарцев могли остаться без водоснабжения на несколько дней. С задачей справились, а средства на проект были выделены из бюджета. Был реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта, которая реализуется Министерством спорта Самарской области. И обошелся нам где-то около 30 миллионов 700 тысяч по государственной программе. Объект будет доступен, я думаю, для всего населения Самарской области, города Самары, для всех категорий граждан, подростки, дети, молодежь. Открытие состоится 15 октября, если не помешает погода. Отвечать за эксплуатацию стадиона будет муниципальное предприятие города Самары, Центр детского творчества «Спектр». И теперь к новостям спорта. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» потерпели очередное поражение в континентальной хоккейной лиге. На этот раз волжане не выдержали экзамен от именитого Салавата Юлаева. По сути, интриги в этом противостоянии не было. Ледовая дружина «Автограда» не смогла что-либо противопоставить гостям из Уфы. Подробные отчеты дуэли двух хоккейных команд в репортаже Александра Семенова. Затяжной пикет «Альяттинцев» не закончено. «Лада» продолжает безвыигрышную серию. Пятое поражение подряд и ни одного набранного очка. Конечно, с Салаватом Юлаевым сыграть достойно были шансы. И надо отметить, что волжане старались. Но, видимо, недостаточно. Тольяттинцы не смогли реализовать удаление у уфимцев в начале противостояния. Гости же более бережнее относились к своим шансам. 0-1. Не забивая, сложно выиграть. У нас тоже были по игре моменты неплохие. Могли забить, но вратарь противник сыграл очень успешно, удачно. 5 на 5 играя, мы не забили, не пропустили. В меньшинстве его противника, скажем, было два момента. Большинство они свои моменты использовали. «Лада», конечно, старалась отыграться. Пыталась это сделать на контратаках, но все тщетно. Салават Юлаев выглядел значительно предпочтительней и грамотней. Действовал в нападении и в обороне. Сегодня игра была очень непростая, я думаю, для обеих команд. Обе команды боролись все 60 минут. Хорошо, что мы использовали свои моменты. Но, в общем-то, хотелось бы отметить, что очень много хороших моментов мы не используем. Уфимские гости на 48-й минуте увеличили преимущество Евгений Скачков. Грамотно воспользовался передачей и был неумолим. В итоге 0-2. Уверенная победа. Салават Юлаева. Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ, Тольятти. У меня на этом вся информация. Далее смотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях о группах СКАТ СТВ «Самара» и заходите на сайт радиокомпании «СКАТ». И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.